МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляет компанию научной производственницы известны поток с облотнением и подгерметичным насосом. Новое направление – это создание новых конструкций, арматуры, в основном на загрязненные среды и на высокие температуры. Первая конструкция – это кран сегментный ДУ-100 на давлении 40, температура 550 градусов. И сразу скажу, что испытания в Курган-спецарматуре показали герметичность затвора в обоих направлениях, причем на воздухе, на рабочем давлении, по классованию. Его можно использовать и как запорный, и как запорный регулирующий. Причем в будущем мы надеемся разработать конструкцию на большие диаметры, на большие давления. В настоящее время на загрязненные среды в основном используется шаровой кран типа «Орбит», всем известный фирмам мира. Он используется почти на 90% газоперерабатывающих предприятий комплексов сжиженного газа на загрязненных средах, соответственно, на высокие температуры и на низкие. Его конструкция состоит из корпуса с двумя проходными отверстиями, шаровой затвор по двесторонним уплотнению, шар по полуцу. Уплотнение может быть металл по металлу и металл по ростомеру. Привод состоит, ручной привод с муховиком. Вращающая гайка перемещает шток. Шток имеет направляющую канавку, прямолинейную и прямолинейную, относительно сопляженную с направляющими пальцами. И внизу находится клиновой механизм для подвода и отвода затвора к символу. То есть при вращении муховика, примерно закрытие по часовой стрелке, шток перемещается сначала вниз и клиновой частью отодвигает затвор от седла. Потом происходит взаимодействие с треволинейной поверхностью относительно пальцем. И затвор поворачивается. Здесь вот показан образный цифр на закрытии. То есть при вращении муховика по часовой стрелке происходит поворот. Потом затвор встает напротив седла. И к клиновой части он поджимается к седлу. Вот это основная достоинство, то, что затвор вращается относительно седла. Он не как у шаровых кранов, постоянно придется на пульс. Он вращается с задором почти 2 мм. Таким образом он обеспечивает высокую износу стойкость, высокий ресурс и высокую герметичность. Но в системе у него свои недостатки. Это износ пальцев криволинейной части, прямолинейной, при повороте затвора. И износ криновой части, поскольку идет линейный контакт. И при больших давлениях происходит очень большой износ. Кроме того, эта фирма заявляет, что кран герметичность в обоих направлениях. На самом деле, если мы посмотрим на паспорт, то герметичность обеспечивается только в одном направлении. При низких направлениях и в обратную сторону. Но на высокие давления, естественно, этого не получат. К нами была разработана конструкция с двусторонней периметичностью и отсутствием износа. То есть принцип орбита мы сохранили отвод от седла затворных элементов. Конструкция следующая. Корпус с проточной частью два седла. Затворный элемент состоит из двух сегментов, закрепленных на оси поворотной. И оба затора находятся на горизонтальной оси, которая позволяет наклоняться запором в разные стороны по отношению к седлу. Сверху два затвора сетлены рычагами и закреплены на конце штока. На конце штока имеется респа с большим углом подъема, примерно в 45 градусов. И ответная гайка в плоджере. Плоджер вместе с этой гайкой перемещается поступательно, без поворота. Здесь мы видим работу крана. При открытии, при закрытии вращается махабит по часовой стрелке. Происходит поворот. Поворот затворного элемента с зазором относительно седла. Дальше мы видим, что при поступательном движении штока рычаги раздвигают затворные элементы и тем самым поджимают на затворные элементы к седлам в обе стороны. Данную конструкцию мы испытали в Кургане. Вот здесь мы видим работу гайки. С самым тормозящим рейсбордом. Здесь обеспечивается поступательное движение и поворот. То есть движется гайка относительно штока, шток неподвижный и относительно по горизонту начинает вращаться. Дальнейшее движение обеспечивает поступательное движение штока. И таким образом шток на конце раздвигает, расстреливает с помощью рычагов два движущихся, качающихся запора. Также был доказан эффект разгрузки. То есть мы сбрасывали давление из внутренней полости. Сбрасывали его на улицу. Поскольку объем камеры небольшой, что происходило, это было пассировано очень быстро. При этом момент, например, при 40 атмосферах уменьшался в полтора раза. А при 60 атмосферах момент уменьшился в 12 раз. Таким образом мы подтвердили возможность будущего использования этого крана на высокие давления. Что у орбита это невозможно. Хоть он не изъявляет, там 420 атмосферах. И вторую конструкцию хотел показать. Это сельфонный разгруженный запорный регулирующий клапан. Здесь на фотографии он показывает. Тоже сразу скажу, что он показал при сертификационных испытаниях в цикле и ползунном Петербурге класса после полутора тысяч циклов и класса после трех тысяч циклов. При высокой температуре рабочее давление было 32,5 атмосферы, температура 425 градусов. В настоящее время, вот я хочу сравнить нашу конструкцию по отношению существующих. Регулирующие клапаны типа клетки, клетковые затворы и клапаны. Регулирующие клапаны. Они имеют подвижный плонжер с уплотнением и неподвижная клетка с профилированными окнами. Значит, какие недостатки происходят при слабо загрязненной и загрязненной среде? Быстро износ уплотнительных колец. Если это небольшая температура, то резина и на высоких температурах. Краффит или кольца, ну, очень трудно будет их регулировать во время работы. Таким образом мы не получим биологически. А на загрязненных средах происходит, как уже говорили, вот заклинили плонжерную пару. И таким образом арматура выходит из строя. Нам предложена была конструкция следующего. Корпус с проточной части. Корпусу прижато седло с прокладкой. Может быть, это седло выполнено непосредственно на корпусе с накладкой. На резьбе крепится трим или клетка с проточной частью, с профилированными окнами. И в верхней части мы видим два сельфона соединены герметичной муфтой. В верхней части первого сельфона герметична с колонной. В нижней части второго сельфона заглушена герметична грибком с Т-образным выступом. Таким образом, грибок байонетным соединенным соединен с клеткой. То есть мы получили вот такую гофрированную конструкцию герметичную. За среднюю часть мы можем двигать штоком вот эту муфту. К этой муфте у нас закреплен герметичный плунжер. Труба такая. Плунжер движется относительно корпуса с зазором гарантированным. Причем в нем сделаны профилированные пазы, чтобы проходила среда свободно. И чтобы вся грязь не заклинила относительно корпуса и плунжера. Если сравнивать его с заборным клапаном, то мы получаем полную разгрузку. Практически 90% данной конструкции разгрузку по затвору. Поскольку по среднему диаметру вся эта площадь с давлением гасится на корпусе. То есть мы получаем эффект разгрузки до нескольких раз. Привод у нас облегчен. На следующем кадре мы видим работу. Это полная площадь у затворного элемента, у сельфонового клапана обычного. И полное действие давления на всю площадь затвора. И у нас действует давление только на разницу площадей среднего диаметра уплотнения и среднего диаметра сельфона. То есть значительно разгружаются. То есть это основное достоинство по сравнению с затворными клапанами, сельфонами. И то, что клетковый клапан в нашем случае не заклинил. То есть может работать гарантированно на загрязненных следах. Значит испытание, я как уже говорил в ЦКТе Ползунова, он отработал полторы тысячи циклов с герметичностью А в обоих направлениях и класс Б после трех тысяч. То есть это высокий ресурс достаточный. Здесь вот мы видим выдвижение, работу. Шток перемещает муфту, муфта перемещает лунжер. Лунжер перекрывает окна и садится на седло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова